илья николаевич у вас звук можно выключить до сейчас одну минуту до у нас Добрый день, уважаемые председатели диссертационного совета, уважаемые члены диссертационного совета, уважаемые научные руководители, присутствующие Меня зовут Дмитрий Стофеев, тема моей диссертации – динамика изменения роли спорта в формировании внешнеполитической стратегии Российской Федерации Для начала поговорим об актуальности исследования. Актуальность обусловлена тем, что государство в своей внешней политике все более активно использует спортивный ресурс При этом внешние и внутренние условия, связанные с политической конъюнктурой и экономической ситуацией в мире, постоянно изменяются Секундочку. Мне, наверное, надо открыть заседание сначала, но почему-то сразу начали Кто-то не скомандовал, поэтому подождите Значит, уважаемые коллеги, гости, добрый день Позвольте мне открыть заседание диссертационного совета по защите диссертации Стофеева Дмитрия Валерьевича на соискание ученой степени кандидата Политических наук специальность 23.004 Политические проблемы международных отношений глобального регионального развития Тема диссертации «Динамика изменений роли спорта в формировании внешнеполитической стратегии Российской Федерации» Заседание позвольте считать открытым Приказом ректора Санкт-Петербургского государственного университета От 12 января 2018 года за номером 88-1 я, Конышев Валерий Николаевич, профессор-доктор политических наук Назначен председателем данного диссертационного совета Позвольте представить членов диссертационного совета Это Ланцов Сергей Алексеевич, профессор кафедры международных политических процессов Маркушина Наталья Юрьевна, профессор кафедры мировой политики Ваш покорный слуга И у нас гости Русакович Андрей Владимирович, профессор Белорусского государственного университета И в удаленном режиме по скайпу у нас Тарасов Илья Николаевич, профессор Балтийского федерального университета имени Канта Согласно федеральному закону от 23.08.1996 о науке и государственно-научно-технической политике Санкт-Петербургский государственный университет получил право самостоятельно присуждать ученые степени Соответствующий приказ, на основании которого мы и проводим данное заседание Издан 1 сентября 2016 года за номером 6821-1 В соответствии с данным приказом заседание диссертационного совета считается правомочным Если в его работе принимают участие не менее 2 третей, то есть 4 человека В зале присутствует 5 членов диссертационного совета, один работает в удаленном режиме Таким образом у нас присутствует кворум Несколько слов о регламенте сегодняшнего заседания Общая продолжительность рекомендована не более 2 часов, постараемся уложить в эти сроки Значит по пунктам сначала у нас будет краткий доклад председателя об основном содержании Представленных соискателем документов И вывод об их соответствии установленным требованиям Ну и далее возможные ответы на вопросы по поданным документам, то есть по формальной части Далее краткий доклад соискателя последует, не более 15 минут постарайтесь уложиться Далее вопросы к соискателю По его докладу вопросы просьба задавать кратко, не более 2 минут на один вопрос Ну и ответы соискателя Я думаю мы пойдем по такому пути, что вопрос-ответ тут же, чтобы это не терялось Далее будет оглашение председателям поступивших отзывов Все отзывы предварительно были размещены на сайте СПБГУ Далее будут выступления всех членов диссерционного совета поочередно с отзывами Я прошу тоже в достаточно краткой форме, поскольку все это опубликовано И основное внимание уделить недостаткам, то есть обсуждать будем по существу диссертацию Время до 10 минут на каждого члена диссерционного совета тоже просьба укладываться Далее будут ответы соискателя на вопросы и замечания Я думаю здесь мы тоже пойдем по такому пути, что сначала поступает один из членов диссерсовета Задает все проблемные вопросы, ответы и потом дальше Если у нас будут желающие из зала выступить, у нас есть регистрационный лист На первом ряду просьба предварительно зарегистрироваться Далее выступление научного руководителя, краткое, 3 минуты После этого будет перерыв технический для обсуждения перед открытым голосованием итогов защиты Далее у нас принято открытое поименное голосование Я предложу каждому члену диссерсовета высказаться открыто Ну и дальше будет принятие решения о присуждении или не присуждении степени Ну и заключительное слово, достаточно формальное, тоже до 2 минут соискателем У меня есть тут напоминание, просьба ко всем выключить телефоны Перевести их в беззвучный режим, кто не успел сделать У нас ведется аудио и видеозапись заседания и прямая трансляция на сайте СПБГУ Кроме того, осуществляется синхронный перевод на английский язык Итак, мы приступаем к нашему первому пункту Я оглашу данные по нашему соискателю Итак, диссертация Стофеева Дмитрия Валерьевича на соискание ученой степени Кандидата политических наук по специальности 23.0004 Политические проблемы международных отношений глобального и регионального развития На тему динамика изменения роли спорта в формировании внешнеполитической стратегии Российской Федерации Принята к защите приказом ученого секретаря СПБГУ От 15.01.2018 года приказ за номером 116.01 Диссертационный совет утвержден приказом ученого секретаря СПБГУ 12.01.2018 года за номером 88.01 Состав мы уже представили Что касается документов Соискатель представил ученому секретарю СПБГУ Ниже следующие документы Первое. Заявление на имя ректора О принятии к рассмотрению и защите диссертации Подано 14.09.2017 года Далее есть отзыв научного руководителя Профессора кафедра мировой политики СПБГУ Доктора философских наук Васильевой Натальи Алексеевны Список публикаций из трех работ В которых излагаются основные положения диссертации В том числе три статьи опубликованы В рецензируемых научных изданиях Из перечня утвержденного Министерством образования Российской Федерации Далее справка об обучении Выданное СПБГУ о том, что Соискатель в период с 1.10.12.30.19.2015 года Обучался в аспирантуре СПБГУ По специальности научных работников 23.004 Политические проблемы международных отношений Глобального и регионального развития Сдал три кандидатских экзамена По дисциплинам Истории и философии Науки Английский язык Политические проблемы международных отношений Глобального и регионального развития Все экзамены сданы на оценку отлично Диссертацию на русском и английском языках На бумажном носителе На правах рукописи В электронном виде Диссертация оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ Напечатана на множительном аппарате С указанием выходных данных Согласно установленным правилам Что касается документов Все перечисленные документы Соответствуют пункту 12 из раздела 3 Представление защиты диссертаций Из порядка присуждения ученых степеней В Санкт-Петербургском государственном университете Это изложено в приложении номер 1 К приказу Если есть вопросы по формальной части По документам у членов диссертационного совета Прошу выставиться Вопросов нет? Вопросов нет О документах, которые касаются непосредственно процедуры защиты То есть на основании чего это принимается Итак, следующим пунктом у нас как раз краткий доклад соискателя Напоминаю, до 15 минут Прошу Еще раз всем добрый день В соответствии со спортивной спецификой работы Продемонстрировал вам фальстарт Продолжим с актуальности Актуальность обусловлена тем, что государство в своей внешней политике все более активно использует спортивный ресурс При этом внешние и внутренние условия, связанные с политической конъюнктурой и экономической ситуацией в мире Постоянно меняются, корректируя внешнеполитический курс каждого отдельно взятого государства И сегодня они уникальны и требуют научного обоснования Об актуальности выбранной темы исследования говорит частота проводимых в мире крупных спортивных мероприятий А также борьба за право их проведения В среднем за один календарный год происходит более 800 международных соревнований только по олимпийским видам спорта Свежим примером, подчеркивающим актуальность темы, является проход под единым флагом на церемонии открытия олимпийских игр в Ханчхане Сборных Северной и Южной Кореи И последовавшие за этим согласия президента США встретятся с лидером КНДР Повышение значимости спорта в системе мировой политики отчетливо прослеживается на примере внешней и внутренней политики России О серьезном внимании к спорту как ресурсу внешней политики свидетельствует большое количество крупных международных соревнований, организованных в России в 21 веке При этом крупнейший в истории допинговый скандал, а также ситуация вокруг отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании И угроз Байкута чемпионата мира по футболу демонстрирует, что спорт является эффективным механизмом политического давления В целом в работе было крайне интересно проанализировать, насколько России удается использовать современные инструменты влияния в той или иной внешнеполитической конвентория Объектом исследования в данной работе является современное международное спортивное движение в контексте глобализации Предметом выступает внешняя политика России в области спорта Цель данного исследования оценить динамику изменения эффективности спорта в качестве одного из инструментов мягкой силы во внешней политике России По мере трансформации внешних и внутренних политических, экономических и социальных условий Для этого был выполнен ряд задач, которые описаны в работе и выведены на экран Методологическая основа диссертации носит комплексный характер Методы также подробно описывались в обведении, сейчас они отображены на слайде Поэтому разрешите перейти к следующему разделу Степень разработанности темы Несмотря на регулярно проводимые в России крупные соревнования, исследуемые в диссертации проблемы в научной литературе, особенно отечественной, разработаны недостаточно Во многом это связано с высокой динамичностью исследуемых явлений, в связи с чем наука не успевает оперативно анализировать и создавать теоретические обоснования происходящих изменений По отдельности многие аспекты темы исследованы качественно, однако имеют иные аспекты Например, феномен международного спортивного движения, спортивная дипломатия отдельных стран, мягкая сила, спортивный менеджмент и так далее И не охватывают новейшую историю России до 2017 года Учебные программы в вузах, посвященные спортивной дипломатии, начинают появляться лишь в последние годы Основные категории работы, используемые при написании диссертации, вы также можете увидеть в презентации Относительно научной новизны Следует отметить следующие аспекты Впервые произведем комплексный анализ внешней политики России с учетом актуальных спортивных факторов и событий Это Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи, чемпионат мира по футболу и так далее Доказана прямая связь между достижениями государства в спортивной сфере и его внешнеполитическим имиджем Доказана зависимость активности государственной политики в области спорта от уровня экономического развития государства и внешнеполитической конъюнктуры Обоснован прогноз, что по мере сохранения негативных тенденций в российской экономике активной государственной политики в сфере международного спортивного движения будет снижена в части проведения дорогостоящих международных соревнований при сохранении высокого внимания к спортивной сфере. Комплексный анализ документальной основы использования спорта во внешней политике России, а также современных тенденций международного спортивного движения, проведенных в данной работе, является важным ключом к пониманию современной внешней политики России, позволяя спорминизировать дальнейшие шаги в этом направлении. Теоретическая и практическая значимость исследований состоит в том, что были теоретизированы и систематизированы разорванные наблюдения за современной внешней политикой России с точки зрения использования именно спортивного ресурса. Помимо этого, материалы и выводы исследований могут иметь прикладное значение при формировании внешнеполитического курса России при разработке стратегических документов, связанных с формированием внешнеполитического имиджа государства, а также материалы исследований могут иметь практическое значение при составлении учебных программ и дисциплин в высших учебных заведениях. По поводу апробации, автор диссертации работал в РУК-комитете Сочи-24, в момент написания диссертации представляет РУК-комитет Россия-2018, что расширило возможности по сбору материалов, а также обеспечило включенное наблюдение и возможность формировать объективное представление о происходящих процессах и проверить на практике некоторые выводы исследования. Теперь перейдем к тезисам, выносимым на защиту, и выводам, которые были получены в результате исследования. Первый тезис – международное спортивное движение, подверженное влиянию глобализации, наследует основные характеристики современных глобализационных процессов, среди которых можно выделить как позитивный, так и негативный. Одним из следствий глобализации является факт, что спорт становится символом эпохи. По мере распространения концепции мягкой силы, значение спорта в системе международных отношений значительно возрастает. ООН официально признала эффективность спорта в решении глобальных проблем человечества и систематически использует его в этих целях. Сегодня можно говорить об институционализации международного спортивного движения. По своему охвату МОК и ФИФА более глобальны, чем ООН. Такие спортивные организации обладают достаточными финансовыми и политическими ресурсами, чтобы проводить свою независимую политику, оказывать воздействие на многие мирополитические процессы и считаться самостоятельными акторами мировой политики. Одновременно спорт испытывает на себе негативные последствия глобализации. Помимо этого, стоимость проведения спортивных соревнований постоянно растет, становясь привилегией развитых государств. Кроме того, международное спортивное движение подберегается излишней коммерциализации, попадая в зависимость от бизнеса и СМИ. Спорт вызывает в мире больше общественный интерес, нежели политика и кинематограф. В нем заложен серьезный пропагандистский потенциал. С этим связана еще одна проблема, поразившая международное спортивное движение в эпоху глобализации и его чрезмерная политизация. И здесь мы приходим к следующему тезису. В условиях распространения мягкой силы, расширения инструментария реализации внешней политики, повышения роли культурной дипломатии, спорт в целом и спортивная дипломатика, как ее неотъемлемая часть, приобретают важнейшие значения для государства для достижения национальных интересов. О радикальном увеличении роли спорта в современной мировой политике свидетельствует возникновение феномена спортивной дипломатии. Спортивный образ государства оказывает колоссальное воздействие на внешнеполитический имидж государства, поэтому каждая из них стремится продемонстрировать не только свои спортивные достижения, свидетельствующие об уровне развития социальной сферы в стране, но и политические амбиции и экономический потенциал. В целом спорт и политика неразделимы и взаимообусловлены. Политические процессы отражены в спорте, а спортивные достижения активно используются в политических целях. В мировой российской истории было немало примеров, когда спорт становился основой для установления и укрепления дипломатических отношений между странами. В то же время спорт превращается в орудие политического и экономического давления. Во многих крупных спортивных решениях читается политический подтекст. Спорт способен ускорить достижения как конструктивных задач, так и деструктивных, например, дискредитации конфлирующего государства. Следующий тезис. Спортивный фактор может иметь важнейшее значение не только при формировании внешнеполитического имиджа государства и получении экономических выгод, но и для реализации концепции качества жизни, повышения уровня граждан внутри страны. Одна из главных причин борьбы за право организации международных соревнований заключается в импульсе к долгосрочному экономическому развитию, который получает регион или целое государство после проведения глобальных турниров. В результате эффекта домино, последовательно, развиваются экономическая, социальная и культурная сферы, привлекаются новые инвестиции. При грамотном менеджменте можно создать богатое наследие, обновить инфраструктуру, увеличить налоговые поступления в бюджет, повысить террористическую привлекательность региона. Однако в случае некачественного планирования крупные соревнования могут обернуться экономической катастрофой. В связи с этим во многих развитых западных государствах наблюдается тенденция к осознанному отказу от проведения международных соревнований в связи с их высокой стоимостью и рисками, нагрузкой на бюджеты населения. Набирает популярность точка зрения, что проведение глобальных соревнований способно принести лишь политические дивиденды, чем активно пользуются государство с недемократическим направлением. Последний тезис. Масштаб использования спортивной дипломатии во внешней политике государства напрямую связан с динамикой экономического развития государства и внешнеполитической конъюнктуры, например, Российской Федерации. Собственно, на примере России отчетливо заметно, что внутренняя обстановка в стране и внешнеполитическая конъюнктура влияют на использование международного спортивного движения государством. В 90-е годы перед Россией, перед Российской Федерацией, стояла задача самосохранения. Экономические и социальные показатели развития страны находились на низком уровне. Спорт финансировался по остаточному принципу. В результате спортивная отверстия пришла в упадок, что привело к ослаблению российских позиций в системе международного спортивного движения. По мере экономического роста и выхода из кризиса возникла необходимость усилить эффект от экспорта продукции военно-промышленного комплекса и деревьевых ресурсов экспортом культурных ценностей. Повышение значимости спорта во внешней политике России подтверждается проведенным анализом документов, регламентирующих внешнюю и внутреннюю политику государства и выводом, что упоминаемость спорта повышается пропорционально экономическому росту. Сам по себе спортивный ресурс возникнуть не может. Он представляет собой настройку к успешно функционирующей экономике государства, стабильной политической системе и развитой социальной сфере. В 2000-е годы усилилось финансирование спортивной сферы, стала решаться проблема с инфраструктурной осталостью. Россия начала планомерно увеличить свое представительство в международных спортивных организациях, внедрять программы подготовки спортивных менеджеров в вузах. Российские компании стали выходить на рынок международного спортивного спонсорства, стали реализовываться крупные глобальные спортивные проекты. Положительный имидж государства ускоряет интеграционные процессы с его участием, расширяет сеть международных контактов, способствует привлечению инвестиций. Однако Россия характеризуется неустойчивым политическим имиджем, а собственно цельного бренда. Это связано с фрагментарной историей страны, резкими колебаниями политического и экономического курсов, негативным наследием холодной войны. Имеют место и осознанные искажения информации о России в зарубежных СМИ, вызванные политическими разногласиями по текущей повестке в мировой политике. В такой ситуации спорт является действенным механизмом, способным изменить негативный фон вокруг государства. Доказательством изменения статуса спорта в России является перечень крупных спортивных проектов, реализуемых в стране в последние десятилетия. По этому показателю Россия является мировым лидером. В случае успешной реализации глобального спортивного проекта государство позиционирует себя в качестве надежного партнера, обладающего мощными ресурсами для выполнения взятых на себя обязательств. По итогам игры в Сочи России удалось добиться кардинального улучшения своего имиджа. Однако сразу после их завершения произошла эскалация конфликта в Украине и допинговый скандал, перечеркнувший положительный эффект от олимпийских и паралимпийских игр. Аналогичная ситуация наблюдается с чемпионатом мира по футболу. Событие, призванное укрепить авторитет России задолго до своего проведения, стало главной мишенью политических конкурентов страны. Ярким примером политического давления в спортивной сфере является допинговый скандал, в результате которого в отношении многих российских спортсменов и федераций были применены серьезные международные санкции. Масштаб скандала, дискредитирующего всю отечественную спортивную систему, дополнительно усиливается западными странами в рамках информационного противостояния с Россией. И последний слайд, это посвящен перспективам. Во время нахождения страны в экономической стагнации можно было бы предположить, что финансирование спортивных проектов существенно сократится. Спортивная дипломатия дойдет на второй план. Однако автор диссертации склоняется к несколько иному прогнозу. Под сокращение попадет только одна часть масштабной спортивной программы России, а именно проведение крупных международных соревнований. Что касается остальных аспектов, маловероятно, что они будут свернуты в силу критической важности для имиджа страны, которая не может себе позволить снизить заданные стандарты. К тому же отечественная политическая система предполагает использование спорта для консолидации населения. На фоне падения реальных доходов населения и продолжающейся экономической стагнации, международные спортивные успехи являются эффективным инструментом поддержания единства и поддержки власти в обществе. В целом, в последние десятилетия Россия претендует на статус мировой державы. Государства, обладающие подобным статусом, обязаны использовать все существующие ресурсы внешней политики, включая спортивную дипломатику. Именно этим объясняется возросшая активность России в спортивной сфере. Однако при всей активности государственной внешней культурной и спортивной политики спорт в качестве ресурса внешней политики России используется недостаточно системно, представляя собой внушительный потенциал по усилению влияния государства в мире. В первую очередь следует обратить внимание на информационное сопровождение, реализуемое внешней, в том числе спортивной политики, чтобы эффект от ее проведения соответствовал затратам и усилиям на ее разработку и имплементацию и в меньшей степени зависело от информационной политики конкурентов. Что касается остальных направлений деятельности, необходимо сохранить положительную динамику увеличения количества представителей России в международных спортивных организациях, продолжать инвестиции в детский и юношеский спорт, добиваться широкого объективного освещения российского спорта в мировых СМИ. Кроме того, необходимо увеличить субсидии на создание качественных, отечественных игровых и документальных фильмов о спорте, проводить совместную международную спортивную политику со странами и партнерами, продолжать привлекать частных инвесторов к строительству спортивной инфраструктуры. За последние десятилетия в области отечественной спортивной дипломатии достигнут средственный прогресс, принесший немало положительных имиджевых последствий. Поэтому логичным выглядит продолжение активного участия в международном спортивном движении с поправкой на текущую политическую и экономическую ситуацию. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, вопросы к соискателю по докладу. Да, пожалуйста. На самом деле у меня несколько вопросов, потому что тема действительно очень интересная, особенно в контексте мягкой силы. И вот у меня три вопроса. Первый вопрос. Это в вашей работе есть примеры, когда какие-то национальные или ситуация конфликта разводила спортсменов и не имела возможности, скажем, вот, например, у вас Иран и израильские спортсмены, которые с 2004 года в работе у вас написано, что они не могут, скажем так, соревноваться. Есть ли примеры, наоборот, положительного воздействия, потому что мы говорим все-таки о мягкой силе, об объединении за последнее время. Есть ли какие-то, наоборот, когда спортивные соревнования, олимпийские игры, наоборот, скажем так, способствовали сближению противников или, скажем так, участников конфликта. Второй вопрос по мягкой безопасности. По вашему докладу вы сказали, что допинг, скажем, не свел на нет фактические усилия, ну, или достаточно сильно повлиял на те усилия, которые были достигнуты после Олимпийских игр в Сочи. Как бы вы интерпретировали с теоретической точки зрения, потому что если мы уже классически рассматриваем спорт как инструмент мягкой силы, что такое вот все-таки вот такие подобные скандалы? Это антимягкая сила? Это какой-то политический уже инструмент? То есть в какой вот области бы теоретически это отнесли? И последнее у меня тоже вот по перспективам вашего выступления. Действительно, сейчас создается очень много фильмов о спорте, но насколько это все-таки соответствует? Потому что, на мой взгляд, все-таки та продукция, которая создается, она не имеет особого выхода на международный рынок. Все-таки это для, я бы сказала, внутренней популяризации спорта среди населения России. Вы говорите о том, что это инструмент внешней политики. Насколько это все-таки на сегодняшний день соответствует действительности? Спасибо. Пожалуйста. Спасибо большое за вопросы. Интересно. Сейчас обсудим. Да, касательно первого вопроса, по положительным примерам. Ну, наверное, самый актуальный пример, самый свежий, самый яркий, я его в двух словах озвучил во время своего выступления. Это Олимпийские игры в Ханчане, недавно завершившиеся, и совместный проход двух корей, северной и южной, под единым флагом на церемонии открытия. К слову, на церемонии паралимпийских игр было принято решение отказаться от подобного прохода. И последовавшая за этим, можно сказать, наверное, деэскалация конфликта, отчасти на корейском полуострове. Руководитель Северной Кореи, можно сказать, руководитель Северной Кореи, сделал предложение во встречу президенту США, который поспешил отреагировать положительно. И это, я считаю, беспрецедентный просто успех в данном регионе, в данном вопросе и является самым ярким примером. Что касается России, из относительно недавних примеров, можно вспомнить колебания в отношениях с Турцией после сбитого самолета, всех вот этих нюансов. Когда сначала нагнеталась обстановка вокруг отношений с Турцией, потом резко последовало снова сближение. И в 2016 году в Турции был проведен товарищеский матч по футболу между сборными России и Турцией, что еще несколько месяцев назад было практически невозможно представить. И это стало неким отражением, то есть изменение той атмосферы ситуации, которая присутствовала на тот момент отношения между двумя странами. По второму вопросу, это допинг, как его расценивать с теоретической точки зрения, является ли он анти-мягкой силой. В моем понимании, этот вопрос является самым, что не на есть, примером именно мягкой силы, потому что этот вопрос лежит в информационной плоскости. Информационная гибридная война – это инструмент как раз мягкой силы. И вопросы допинга – это не столько вопросы физического употребления спортсменами каких-то препаратов, сколько это вопросы информационного взаимоотношения между различными странами и структурами. Здесь углублятся вопросы допинга, наверное, не открою никому секрет, что эта проблема общемировая, с этой проблемой исправиться, к сожалению, не удается. Допинг и профессиональный спорт немыслим без употребления допинга. Так или иначе, во всех странах прибегают к его использованию. Но такие ситуации с огульными обвинениями именно какого-то одного игрока в международных отношениях, это как раз является ярким примером, что допинг является мощным, эффективным инструментом политического давления и мягкой силы в отношении, в данном случае, России. Что касается продукции игровых и документальных фильмов и то, что они не имеют выхода на международную арену. Во-первых, как раз я считаю, что вопрос должен ставиться именно таким образом, что эти фильмы как раз должны выходить на международный какой-то рынок, и именно в этом заключается большой неиспользуемый ресурс в отечественной внешней политике, чтобы эти фильмы увидел и зарубежный зритель, увидел позицию нашего государства. Но здесь палка о двух концах, надо, конечно, говорить о качественном продукте, потому что зачастую кинематограф российский не соответствует требованиям и ожиданиям придирчивого западного зрителя, поэтому здесь надо, чтобы продукт соответствовал по уровню. А что касается того, что используется в самом во внутренней политике, здесь мы имеем дело все-таки с отечественной политической системой, и внутренняя поддержка власти обществом, она не менее важна, чем поддержка и понимание со стороны западных партнеров. Здесь мы сталкиваемся с тем, что отчасти это игра на отечественного зрителя, на отечественный электорат, на отечественное население. Это тоже немаловажный аспект. Правда, здесь уже не внешняя, а внутренняя политики, но внешняя политика неразрывно связана. Спасибо. Илья Николаевич, у вас есть вопросы? Да, я хотел бы, если позволите, один вопрос задать. Да, пожалуйста, вопрос. Звук немножко запаздывает, извините. Тут у нас звук не очень хороший на прием. Да, у меня один единственный вопрос, который бы я хотел задать соискателю. Если вы рассуждаете о спорте как о механизме или ресурсе мягкой силы, могли бы вы обозначить пределы применения этого механизма или ресурса? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. По поводу пределов использования спорта как инструмента мягкой силы, можно сказать следующее. Как я упоминал тоже в диссертации, спорт не может сам по себе быть автономным и самодостаточным средством ведения внешней политики. В любом случае он является в современных условиях надстройкой к таким сферам, как экономика, политика, социальная сфера. То есть если государство не обладает развитой экономикой, если социальная сфера где-то проседает, если государство не имеет политического веса, авторитета в международном сообществе, тогда спорт будет малоэффективен в качестве инструмента внешней политики. Поэтому здесь мы, конечно, говорим, что спортивная сфера в качестве инструмента мягкой силы может дать дополнительное преимущество при эффективном использовании основных инструментов мягкой силы, характерных для политического реализма, наверное, можно сказать. Все у вас, да? Спасибо. Коллеги, еще вопросы? Сергей Васильевич. Просто такой связи с выбором темы. Какое отношение к спорту вы сами имеете? Спортом вы сами занимались, если каким, то и какие успехи имели? А если нет, то успею. Можно сразу ответить? Да, да. Здесь в плане собственных занятий спортом похвастать прям такие вот прям нечем. Спортом я занимался, но это был любительский уровень. Я в течение 8 лет занимался беговыми лыжами и спортивным ориентированием, когда еще учился в школе и начинал учиться в университете. Все, спасибо. Вопросы по докладу? Пожалуйста, еще. Спасибо, Дмитрий Валерьевич. У меня очень короткий вопрос. Вы там говорите о спортивной дипломатии. Достаточно хорошо раскрыли эту тему, как мне представляется. Вопрос следующий. Особенности, две-три особенности российской спортивной дипломатии. На международной арене, конечно. Спасибо. Дмитрий Валерьевич, спасибо. Вопрос, правда, интересный. Что касается особенностей, в первую очередь я бы, наверное, назвал ее интенсивность в последние годы и резкий переход. То есть если обычно любой процесс по использованию тех или иных инструментов, это какой-то все-таки длительный во времени процесс, то в случае с Россией в связи с особенностями исторического развития, исторических событий, получилось так, что скачок от совсем не использования этого процесса к его максимально интенсивному использованию получился весьма коротким. В течение буквально десятилетий произошло это понимание, и политика начала реализовываться залповым огнем изо всех орудий. И второй момент я бы назвал все-таки особенности той политической обстановки в мире, в которой приходится реализовывать эту политику, спортивную политику. Я думаю, что это все-таки политика не максимального благоприятства, не политика приветствования, а все-таки это сквозь всевозможные препятствия преодолевая негативные тенденции политические конфликты. Спасибо. Спасибо. Ну, наверное, я задам небольшой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, удалось ли вам выявить какие-то недостатки в управлении российским спортивным движением, и на внутриполитическом, и на внешнеполитическом уровне, проблемы институционального и правового характера? Да, потому что, на мой взгляд, вот без анализа этих проблем трудно говорить о вкладе вообще спорта, ну, в какую-то мягкую силу государства и так далее, о влиянии на стратегию. Самое важное вот эти недостатки. Назовите, пожалуйста, вот удалось ли вам выявить недостатки институционального, то есть управленческого по-другому, да, можно сказать, и правового характера? Валерий Николаевич, спасибо за вопрос. Я так полагаю, что этот вопрос отчасти перекликается с вашим комментарием, оставленным в отзыве к диссертации по поводу того, что в диссертации недостаточно раскрыто... Потом перейдем к этому, вы просто отвечаете. Да, значит, может быть, отчасти действительно этот вопрос недостаточно у нас рассмотрен, просто в силу направленности диссертации можно говорить, что это все-таки больше юридический аспект вопрос организационно-правовых моментов, связанных с управлением системы отечественного спорта. Поэтому акцент в работе был сделан на политологические моменты, потому что работа все-таки защищается по именно политологической специальности, политической. Но если говорить предметно, касательно тех недостатков, которые сейчас в сфере управления, то, может быть, следует отметить, что Министерство иностранных дел, именно в контексте внешней политики, что Министерство иностранных дел могло бы, наверное, активнее принимать участие в разработке какой-то стратегии, именно спортивной, внешнеполитической. И как раз буквально в последний месяц появилось сообщение о том, что... Происходит разработка совместного программного документа Министерством иностранных дел и Министерством спорта Российской Федерации, по упрощению президента Российской Федерации, которая как раз будет регламентировать, точнее, даже не регламентировать, а давать какое-то стратегическое направление российской спортивной внешней политики. То есть она предоставит какой-то магистральный путь развития, в соответствии с которым все те акторы, которые реализуют российскую спортивную политику, смогут действовать в рамках единого какого-то политического направления. И сейчас этот документ разрабатывается. Его необходимость подчеркивал президент, после этого на нескольких выступлениях министра спорта Калапов Павел заявлял о том, что такой документ необходим. И действительно, это, наверное, как раз говорит о том, что до этого момента МИД недостаточно активно принимал участие в разработке именно спортивной стратегии в области внешней политики. Плюс, наверное, местами можно отметить довольно большой процент ручного управления по каким-то вопросам с несогласованностью действий различных акторов, спортивных федераций, министерства спорта. Есть совет при президенте по развитию физической культуры и спорта. Может быть, стоит отметить недостаточную согласованность в плане выработки каких-то концептуальных подходов между всеми игроками в этой области на российской внутренней арене? Спасибо. Переходим к следующему пункту. Позвольте мне огласить отзывы внешние. Все они размещены на сайте СПБГУ, поэтому мы будем озвучивать в основном недостатки. Я попрошу соискателя приготовиться, зафиксировать необходимые вещи на бумаге и затем ответить. Первый отзыв Владимир Владимирович Пыш, Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгофта. В отзыве отмечено при общей положительной оценке следующие недостатки и рекомендации. Первое. Автор по неизвестным причинам пренебрегает работами отечественных исследователей в области международного спортивного движения, многие из которых трудились в главном спортивном вузе страны университет Лесгофта. Второе. Учитывая личный опыт автора в организации зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи и Чемпионата мира по футболу, диссертации можно было бы увеличить раздел, посвященный практическим особенностям организации мероприятий. И не только имиджевый. Третье. Во второй главе порядок параграфов выстроен нелогично, целесообразно поменять местами первый и второй параграфы, так как сначала следует изучать понятие спортивной дипломатии, а затем приводить примеры ее использования организацией объединенных наций. Четвертое. При знакомстве с текстом бросается в глаза, что диссертация плохо вычитана. Обращает на себя внимание, связанные с этим опечатки и фактологические ошибки, некоторые из которых можно назвать весьма грубыми. Ну и приводятся некоторые примеры. Прошу ответить на замечания. Относительно списка документальных источников и литературы, при формировании его во главу угла ставилось достижение цели, поставленной в работе, и задача, а не принадлежность к какой-либо организации. Однако я согласен, что, может быть, стоило бы обратить внимание, учитывая, что действительно ВУЗ в этой сфере большой, значимый и видный, спортивный. Поэтому я обязательно учту данные замечания и работы преподавателей данного ВУЗа и дальнейших исследований. Что касается структуры работы, дело в том, что оптимальной, наверное, структуры работы не существует. Есть некая логика исследования, построена в соответствии с задачами и целями, ну и видением автора. Поэтому, опять же, суть комментариев, она ясна, понятно, принимается, но просто построено было таким образом, как вот виделось при написании данной работы. Ну, что касается опечаток и неточности, да, действительно есть, здесь возразить нечего. Следующий отзыв поступил от Боголюбовой Натальи Михайловны, доцента Санкт-Петербургский государственный университет. Отзыв положительный, замечаний нет. Следующий отзыв поступил от... Я не вижу должности. За сектором подготовки научно-педагогических кадров Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры, кандидат педагогических наук Бодрак Константин Алексеевич. Здесь у нас отмечены следующие недостатки при общей положительной, подчеркну, оценке работы. Итак, в работе присутствует ряд недостатков, которые мешают целостному восприятию исследования, хотя и не снижают его научную ценность. Так, в работе не раскрыта структура отношений между российской стороной и международными спортивными организациями. Вследствие чего, остается неясным, какой степенью легитимности обладают санкции, к примеру, из-за допинговой проблемы. Также в первой главе диссертации неоправданно большим выглядит раздел, посвященный теории спортивного менеджмента. Уместнее он смотрелся бы в работе, полностью посвященной особенностям спортивного менеджмента. Кроме того, во втором параграфе, третьей главе, автор дает прогноз относительно перспектив использования спорта и рекомендации, основанные на выводах предшествующей части исследования. Учитывая богатство теоретических выводов и практического материала, рекомендации следовало сделать более развернутыми и насыщенными. В таком случае работа имела бы прикладную ценность при составлении государственных стратегических документов и программ. Последнее это скорее пожелание просто, да, поэтому просьба ответить на недостатки. Что касается структуры отношений между российскими и международными организациями, все-таки в работе этому уделено определенное внимание, может быть, просто недостаточно структурированно это оказалось. По поводу легитимности санкций, я считаю, что они являются абсолютно легитимными. Здесь вопрос сводится к механике отношений, к сути отношений между Всемирным антидопинговым агентством и РУСАДА. Соответственно, здесь признание национального антидопингового агентства происходит на основании подписания кодекса ВАДА. С стороны РУСАДА данный кодекс был подписан, было выявлено несоответствие организации данному кодексу, вследствие чего абсолютно легитимными и логичными выглядят санкции. Что касается структурных замечаний, это, опять же, схожие замечания. По сути замечания понятны, но, опять же, все сходится к логике, к повествованию, к логике исследований. Позвольте, я не буду подробно останавливаться на структурированных каких-то моментах. Хорошо, спасибо. Переходим к следующему пункту. Выступление всех членов диссерационного совета с отзывами, с изложением своих позиций, предложений. Значит, регламент, напоминаю, до 10 минут. У нас тут есть вся процедура. Значит, просьба 10 минут. Ну и начнем мы, наверное, с нашего гостя Илья Николаевич, вам слово. Спасибо большое. Я в Палининграде сейчас 11.49. Я постараюсь уложиться в рамки регламента. Я не хочу зачитывать отзыв, остановлюсь только на основных моментах. На мой взгляд, диссертация Дмитрия Валерьевича представляется весьма актуальной. В какой-то мере может показаться, что она политически конъюнктурна, но со своей стороны хотел бы заметить, что уже несколько лет подряд, скажем, студенты Балтийского федерального университета проявляют интерес к проблемам политизации спорта и влияния спорта на политические процессы. Поэтому это нельзя назвать какой-то случайностью или удовлетворением политической конъюнктуры. Соискателям верно отмечено, что работ, касающиеся особенно по научной специальности, по которой представлена диссертация, политические проблемы международных отношений глобального и регионального развития, работ, касающиеся взаимоотношений политики и спорта не так много. И если брать шире спорта и физической культуры в целом, актуальность диссертации не вызывает сомнения. Можно сказать о том, что диссертантам проведен глубокий анализ теоретико-метопологических подходов в сущности ключевых понятий диссертационной работы, переосмысливаются и по-новому систематизируются теоретико-метопологические основания исследования взаимовлияния спорта и внешней политики государства. Достоверность полученных выводов и результатов диссертационного исследования обеспечена использованием работ и концепций отечественных и зарубежных авторов в области международных отношений, практик мягкой силы, спортивной дипломатии, характеризующих различные аспекты методологических направлений в исследовании спорта и формировании внешней политики. Как представляется, методологически верно определена цель диссертационного исследования – оценить динамику изменения эффективности спорта в качестве одного из инструментов мягкой силы во внешней политике Российской Федерации. Важным достоинством работы является использование широкого массива эмпирических данных. Авторам действительно квалифицированно введены материалы вторичного обобщения, исследований проблем политизации спорта в сфере международных отношений. В целом можно сказать о том, что представленная диссертация свидетельствует об умении автора осуществления поиска. Соискатель хорошо ориентируется в содержании политологических теорий, умеет отбирать и анализировать факты, широко использует новейший эмпирический материал, а плодотворно опирается на труды своих коллег по изучаемой и смежной тематике. С определенной долей уверенности можно сказать, что Астафеевым получены ценные в теоретическом отношении результаты. Основываясь на материалах вторичного анализа и авторского исследования, диссертант выделяет в качестве наиболее существенной проблемы эффективного использования спортивного фактора во внешнеполитической деятельности государства определения приемлемых границ политизации спорта, освоения инструментов спортивной дипломатии на разных уровнях межгосударственного воздействия. Вместе с тем, как и всякая большая исследовательская работа, диссертация Астафеева вызывает определенные замечания. Наиболее серьезное замечание заключается в том, что результаты диссертационного исследования лишь в относительной степени являются новыми. Ни одно из утверждений автора, опасящиеся к новизне, выдвинутые в работе, само по себе не являются новым в науке, за исключением опоры на действительно новый эмпирический материал. В этой же связи вызывает недоумение отсутствие апробации результатов исследовательской работы на научных мероприятиях. Во-вторых, определение хронологических границ весьма сомнительно. Нельзя согласиться с позицией автора, что в 1991 году было создано новое государство. Но, это цитата, Российская Федерация. С формальной точки зрения речь можно вести об обретении международной правосубъектности в силу исчезновения Союза СССР как геополитической реальности. Россия имеет тысячелетнюю историю, на протяжении которой государственность никогда не прерывалась, ни под пытуя ордынских канов, ни под ударами европейских интервентов. Трансформации и изменения политической системы – иной вопрос. Да и с этой точки зрения говорить об обновлении государственности стоит с момента преодоления последствий трагического кризиса осени 1993 года с принятием на всенародном референдуме действующей Конституции. Наконец, бездоказательными выглядят выводы автора о том, что, цитирую, в российском спорте существует абсолютно объективная допинговая проблема, вызванная стремлением руководства страны добиться тотального спортивного превосходства, чего невозможно добиться чистыми средствами в условиях жесткой конкуренции. Отечественная политическая система предполагает использование спорта для консолидации населения вокруг национальных идей. Идея уникальности и особой миссии российского народа, его исключительного исторического пути и умеренного российского национализма, требует постоянной подпитки в виде регулярных побед отечественных спортсменов. Это заявление весьма и весьма рискованное, и не только с научной точки зрения. Конечно, данные замечания не являются свидетельством существенных недостатков в работе. Понятно, что могут быть различные точки зрения по тем или иным аспектам, отраженным в диссертации. Они подчеркивают дискуссионный характер, показывают значимость поднятых автором проблем. Тем не менее, ответа на эти замечания я бы потребовал от соискателя. Поставленные автором вовведения исследовательские задачи можно считать в целом решенными. Основные положения и выводы, сформулированные в работе, представляются обоснованными. Аргументация выглядит убедительной, хотя и не в полном объеме. Автор использует монографические труды как отечественных, так и зарубежных ученых. В достаточном объеме представлены международные правовые акты. Нужно сказать, что автор, хотя и с большой осторожностью, но все-таки избрал те исследовательские методы, которые были наиболее адекватны исследовательскому объекту. Диссертация, в конечном счете, является самостоятельной и законченной исследовательской работой. Отличается значительной степенью новизны и вносит определенный вклад в разработку актуальной научной проблематики. Изучение взаимодействия спорта и политики в деятельности государственной международной арене. Заключая, могу подчеркнуть, что диссертация Дмитрия Валерьевича Стофеева на тему динамика изменения роли спорта в формировании внешнеполитической стратегии Российской Федерации в целом соответствует основным требованиям, установленным приказом о порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете. Соискатель, с моей точки зрения, заслуживает присуждения ученой в степени кандидата политических наук по научной специальности 23.004. Хотя и позволю себе частное замечание, соискателю удалось преодолеть лишь самую нижнюю планку этой квалификации. Спасибо. Спасибо, Илья Николаевич. Пожалуйста, кратко на вопрос. Илья Николаевич, спасибо за комментарии. По поводу апробации могу сказать, что буквально недавно мне прислали знакомые, которые обучаются в МГИМО. По итогам одного из курсов им предоставили список литературы, в котором я увидел свою одну из статьи, которая была опубликована в преддверии защиты. Что касается новизны, новым является сам факт формирования тренда зависимости спорта, политики, экономики. Я пытался найти актуальные работы на данную тему в интернете, российские. Написано не так много. Попадаются отдельные работы. Нашел одну магистровскую диссертацию, еще какие-то на похожие темы. Исследований в данной области на самом деле не очень-то и много в современной политической науке. Направление в МГИМО, например, магистровское, оно было открыто только с этого года по спортивной дипломатии. То есть новизна заключается в самой постановке проблемы, выделении именно политического фактора, формировании спортивной стратегии и наоборот. Что касается истории, тысячелетнюю историю в России, да, никто не отменял. Действительно, я с вами полностью согласен. Государственность российское никогда не прерывалось. Но в данном случае имеет место в том числе формальный подход. Мы имеем дело, по сути, с государством, которое возникло на месте Советского Союза. Да, официально объявлено правоприемником. Тем не менее, все равно это, по сути, новое государственное образование. Так или иначе, с новыми основами устройства общества, с новыми основами экономического развития, подходов к экономике, с новыми направлениями политической деятельности, с новыми подходами вообще к любой сфере, о которой можно судить о государстве. Речь шла именно вот об этом водоразделе. Что касается последнего пункта замечаний, это объективная проблема допинга и внимания к спортивным успехам со стороны руководства страны. На самом деле, если проанализировать некое публичное информационное поле, то внимание к спортивным достижениям, к спортивным победам в информационном поле, оно колоссальное. Здесь это и внимание СМИ, и внимание руководства страны, и подчеркивание всевозможных успехов в развитии спорта в России. Мне кажется, что это довольно обоснованное утверждение о том, что подчеркивание высокого уровня российского спорта, российских спортсменов, это один из столпов, опорных точек в любых информационных материалах, посвященных российскому спорту. И что касается непосредственно допинга, то здесь мы являемся заложниками в том числе и советской системы. В рамках подготовки работы довелось прочитать массу мемуаров, каких-то интервью людей, которые были связаны с советской системой подготовки спортсменов. Это и тренеры, и врачи, и доктора, и сами спортсмены. И на основании этих материалов можно сделать некий вывод о том, что допинг в советском спорте также присутствовал в том или ином объеме. И государство также имело своей целью показывать превосходство советских спортсменов. И здесь система не могла испариться внезапно после распада Советского Союза. Так или иначе, многие постсоветские государства, возникшие на постсоветском пространстве, они стали заложниками этой ситуации. Что у вас? Думаю, что да. Хорошо, спасибо. Я прошу прощения, можно я уточню сам себя? Да, да, пожалуйста. Спасибо. Дмитрий Валерьевич, все-таки скажите, пожалуйста, вы действительно будете настаивать на том, что российское руководство сегодня подчеркивает особую миссию российского народа и стоит на позиции кумеренного национализма? То есть это положение из диссертации, я так понимаю. Да, это одна из фраз. Настаивать на данной формулировке я не буду, потому что здесь вопрос где-то субъективного восприятия, где-то может быть неточной формулировки. И единственное, на чем бы я настаивал, это на том, что спорт действительно играет важнейшую роль в самопозиционировании российского государства на внутренней арене и в позиционировании на внешней арене. И спорт является одним из таких столпов, который подчеркивает, что государство добилось определенных успехов, вышло на определенный уровень экономического развития, что социальная сфера, медицинская, они достигли того уровня развития, когда спорт может являться конкретным преимуществом по сравнению с другими государствами. Это такая площадка для демонстрации достижений. В этом, я считаю, нет абсолютно ничего плохого или криминального, потому что все государства так или иначе к этому стремятся. Просто кто-то делает это более открыто, кто-то менее. Это объективный вопрос, объективная ситуация. Все у вас, Илья Николаевич, да? Да, спасибо большое. Спасибо. Ну, позвольте слово предоставить Андрею Владимировичу. Просьба сосредоточиться на недостатках. Спасибо. Уважаемые коллеги, подготовлен отзыв на диссертацию Дмитрия Валерьевича. Отмечены актуальность, степень новизны, обоснованность и достоверность выводов и рекомендации. Я сразу скажу, что все эти вещи в моем отзыве носят положительный характер, хотя, конечно, можно вести дискуссию, и что и происходит в настоящее время. Я хотел бы отметить определенные замечания и недочеты, на мой взгляд. Первое. Автор достаточно полный и всесторонний в научном и практическом плане проанализировал роль спортивной дипломатии в формировании внешнеполитического имиджа Российской Федерации. В частности, важное значение в этих процессах отводится организации проведению в России крупных международных спортивных соревнований. Автор вполне обоснованно утверждает, что, цитата, «в целом перспективы российской спортивной дипломатии выглядят многообещающими». Страница 137. Вместе с тем, соискатель отмечает также, что, цитата, «В обозримом будущем проведение масштабных спортивных событий в России маловероятно». Страница 136. Как представляется, эти утверждения находятся в противоречии. И хотелось бы услышать прояснение данных оценок от соискателя. Второе. В разделе 2.2 «Понятие спортивной дипломатии» автор сделан обоснованный вывод о том, что спортивная дипломатия обладает колоссальным политическим потенциалом. В этой связи хотелось бы уточнить, какие модели спортивной дипломатии сложились в настоящее время в международной практике и какая из них свойственна для России. И третье. Это более такое пожелание. Несомненным достоинством работы является практическая экономическая и социальная значимость. В заключительной части работы авторам предложен ряд рекомендаций государственным и общественным структурам Российской Федерации по дальнейшему развитию спортивной дипломатии и выводу российского спорта на качественно новый уровень увеличения его роли в формировании внешнеполитического имиджа государства. Вместе с тем, как представляется, Россия не в полной мере использует потенциал интеграционных объединений на постсоветском пространстве, двусторонние отношения на постсоветском пространстве для продвижения своих целей в области спорта на международной арене. В этом контексте хотелось бы услышать позицию соискателя по этому вопросу. Указанные замечания и пожелания имеют в основном частный характер и не снижают научной ценности диссертации и уровень исследовательской работы авторам. В целом считаю, что диссертация Стофеева Дмитрия Валерьевича соответствует основным требованиям, установленным приказом номер 6821-1 о порядке присуждения ученых степеней. Соискатель Стофеев Дмитрия Валерьевич заслуживает присуждение ученой степени кандидата политических наук по специальности политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития. Спасибо. Спасибо, Андрей Владимирович. Пожалуйста, кратко ответы на вопросы. Андрей Владимирович, спасибо за вопросы. По первому вопросу относительно мероприятий, перспектив проведения крупномасштабных мероприятий в Российской Федерации. Здесь на самом деле нет несоответствия, потому что действительно активная политика в сфере спорта по большинству направлений, как мне видится, будет продолжена. Кроме одного из направлений, как раз таки, это организация крупных спортивных мероприятий. Здесь есть две основные причины. Первая – это то, что в контексте современной экономической и политической ситуации, конъюнктуры, просто нецелесообразно тратить колоссальные ресурсы и средства на организацию соревнований, которые не дают необходимого эффекта в сложившейся обстановке. То есть это имело место, например, с Олимпийскими играми, он очень удачный. То есть на тот момент, когда не было настолько резко негативного фона вокруг России, на тот момент это было прорывом, это была возможность кардинально улучшить имидж государства. В данной обстановке какого-то прорыва с помощью международных соревнований произвести вряд ли удастся. Здесь нужно действовать другими методами. В первую очередь это политические рычаги, политическое решение проблем необходимо в первую очередь. Поэтому на данном этапе это просто нецелесообразно. Плюс к тому, как вы, наверное, знаете, с 1 апреля возникнут еще и юридические сложности по организации соревнований на территории России в связи с поправками к кодексу ВАДА, которые как раз вступают в силу с 1 апреля. Поправки заключаются в том, что государство, чье антидопинговое агентство признано несоответствующим, кодексу ВАДА, с 1 апреля не имеет права подавать заявку на организацию международных соревнований на своей территории. А ВАДА, в свою очередь, и соответствующая федерация не имеют права принимать эти заявки на государство. То есть здесь два аспекта. Вопрос целесообразности и вопрос юридический. По вопросу касательно спортивной дипломатии, я так полагаю, речь идет о форумах спортивной дипломатии. Здесь мы можем говорить, собственно, о спортивных мероприятиях, о конференциях. Что касается моделей, именно, чаще всего речь идет именно, ну, когда речь идет о спортивной дипломатии, речь идет о форматах, формах каких-то, прецедентах участия. И, да, присваиваются порой названия той или иной форме сотрудничества, связанное с самим событием пинг-понговой дипломатикой, футбольной, вот это все. Но именно модели, это не особо употребимая, наверное, все-таки категоризация в данном вопросе. Прослышите, я передаю к следующему вопросу. Это по сотрудничеству со странами-партнерами, в первую очередь, на постсоветском пространстве. Взаимодействие с государствами постсоветского пространства остается одним из приоритетов во внешней политике Российской Федерации. При этом ситуация, тенденции, проблемы, они и в России, и в других государствах, они, в общем-то, схожи, имеют, как я уже упоминал, с общей историей, с какими-то общими традициями, общими наработками и уровнем развития, которые в какой-то момент были примерно одинаковыми, то есть ситуация примерно схожая. Все это дает, конечно, огромный простор для сотрудничества. И центральное место в данном сотрудничестве это занимает Международный фонд гуманитарного сотрудничества, который занимается и организацией мероприятий, и конференций, и различных симпозиумов обменом опыта. И 2012 год был признан годом спорта и здоровья, на территории СНГ проводилось массовое... Просьба по существу отвечать. Да, значит, сейчас на территории СНГ реализуются многие проекты, такие как, например, Кондитентальная хоккейная лига с участием многих государств. Осуществляется реальная поддержка, то есть можно вспомнить случай, например, на Олимпийских играх 2016 года, когда белорусская делегация прошла с флагом Российской Федерации. Все это осуществляется, и ресурс в плане усиления данного сотрудничества видится, наверное, в заключении каких-то межгосударственных соглашений, чтобы данная поддержка происходила, во-первых, была взаимной, и во-вторых, происходила на каком-то системной основе, учитывая непростую геополитическую ситуацию. Мы можем вспомнить ситуацию вокруг, опять же, чемпионата мира по хоккею, который происходил в Беларуси, там тоже было определенное нагнетение со стороны международного сообщества мирового. В данном случае, конечно, требуется и... не только на словах, но и какая-то юридическая поддержка, какие-то двусторонние соглашения. Ну и, конечно, те представители, которые от стран-партнеров избираются в международные спортивные организации, как мне видится, должны отстаивать не только интересы своей страны, но и интересы стран-партнеров, то есть и должна быть комплексная поддержка друг друга по многим направлениям. Как с... Андрей Владимирович, еще какие-то требуются уточнения? Спасибо. Ну, вот, дискуссия, безусловно, можно продолжать, но я в целом удовлетворен ответом. Спасибо. Теперь слово предоставляется Наталье Юрьевне. Тоже просьба сосредоточиться на недостатках. Ну, начать все-таки скажу пару слов, что привлекло меня в этой работе очень кратко, потому что когда Российская Федерация вынуждена проводить олимпийские игры, специальные олимпийские игры, специальные для российских паралимпийцев в России весной, наверное, это говорит о том, что мы должны все-таки выстраивать какие-то дипломатические вопросы для того, чтобы вывести нас из изоляции. И мне кажется, что вот как раз поиски ответа на вот достаточно крупную, на мой взгляд, проблему, которую сформировалась сейчас, и является новизной, которую, например, я увидела в этой работе. И второй момент, который бы я хотела тоже очень быстро ответить. Действительно, очень важно, что личный опыт, который был у автора работы, его опыт, который, наверное, и позволил изнутри более жестко определить, на мой взгляд, те проблемы. В частности, совершенно согласна с фразой, что демонстративное жесткое решение допинговой проблемы покажет решимость нашей страны в борьбе за соблюдение правил. И я согласна, что, может быть, даже вот эти жесткие формулировки, что надо признать эту проблему, наличие, это и есть первый шаг, с которого, скажем, начинать что-то решать, выстраивать дипломатию и так далее. Потому что иначе это тупиковая ситуация, и наши спортсмены действительно будут выезжать под нейтральным флагом проолимпийским или устраивать какие-то проолимпийские игры в стране. На мой взгляд, это как раз и является очень важным моментом, то, что появляются авторы, которые пытаются исследовать этот вопрос и предпринять какие-то решения. Но теперь перейду к недостаткам работы. Но они в какой-то мере повторяют то, что уже было сказано. Поэтому я тоже постараюсь кратко выжимку, которую, чтобы вам легче было ответить. Ну, структура первой главы, логическая взаимосвязь параграфов, вы можете еще раз это повторить. Задача, которую вы поставили, выявить связь между глобальными проблемами современности и организацией международных спортивных мероприятий, тоже требует более детального анализа с точки зрения условий 21 века и анализа проблем спортивного международного движения. И они исчерпываются не только характеристикой системы управления международным спортивным движениям, но и организацией международных спортивных мероприятий. Во-вторых, вернее даже в-третьих уже, желательно, чтобы в третьей главе автор раскрыл тему практических рекомендаций по развитию спортивной дипломатии, тем более, что вы активно работали и продолжаете работать в системе организации международных мероприятий. Но это то, что было в моем вопросе, вот, например, про спортивные фильмы, потому что, в принципе, мне кажется, вам надо как-то более четко разделять вот эту внутреннюю политику. Если вы ориентируетесь на дипломатии, развитии, все-таки какие-то вещи у вас не всегда, скажем так, логично выстроены в этом отношении. Ну и последнее, что это, конечно, надо было поработать на текст, там с точки зрения формально-технической вычетки его элементарной. Но это вот такие самые главные мои замечания. Тем не менее, главное, что я должна сказать, представленная работа Стофеева Дмитрия Валерьевича «Динамик изменения роли спорта в формировании внешнеполитической стратегии Российской Федерации соответствует основным требованиям, установленным приказом от 01.09.2016 года о порядке присуждения ученых степени в Санкт-Петербургском государственном университете». Сыскатель Стофеев Дмитрий Валерьевич заслуживает присуждения ученых степени кандидата политических наук по специальности 23.004 «Политические проблемы международных отношений глобального и регионального развития». Спасибо, Наталья Юрьевна. Пожалуйста, кратканого. Наталья Юрьевна, спасибо большое за комментарий. Буду максимально краток. Насколько я услышал, все замечания, они носят больше рекомендательный характер. Я, в принципе, с ними согласен. Поэтому спасибо. Хорошо, спасибо. Сергей Алексеевич, пожалуйста. Фонд, на котором шла подготовка данной диссертации к защите, еще раз подчеркнул ее актуальность, поскольку в эти месяцы как раз случились и все события, связанные с зимней Олимпиадой, в последние дни обослилась ситуация вокруг чемпионата мира по футболу. Но это еще раз подчеркивается, что диссертация провелась вовремя, и она посвящена очень важной проблеме. Хочется подчеркнуть, что как раз то, что в нашей науке политическая проблема вместо роли спорта и мировой политики недостаточно учтена и не разработана. Говорит то, что автор ссылается на определенные диссертационные исследования, но они все по историческим наукам, а по политическим наукам диссертации не приводятся. Они знают, может, есть такие, но автор их так и не нашел. Ну, диссертация основана на логической основе теории мягкой силы. На это, несомненно, автор демонстрирует неплохое знание истории международного спорта и в движении современных проблемах. Сам участвовал в подготовке мероприятий, посвященных Олимпиаде в Сочи, значит, знает проблемы изнутри, как уже было сказано. Ну, конечно, диссертация вносит топленный, наверное, вклад в науку, но в то же самое время она не лишена целого ряда недостатков. Ну, первое. Работа выглядит, на мой взгляд, слишком сыроватая. Это связано с тем, что новая форма, которая принята университетом, не предусматривает какого-то предварительного обсуждения. Диссертация в том виде, как ее сыскатель подает, приходит в итоге в совет. Я думаю, что в предпрежней системе диссертация, несомненно, была бы скорректирована и была бы совершенно иной, в том числе, вот этих опечаток, неточности всего, можно было бы там устранить. Ну, и вообще, в целом, могли быть замечания по структуре работы, которые в процессе доработки можно было бы устранить. Второе. Усложение текста диссертаций не везде присутствует логика, встречаются многочисленные повторы. Это касается, прежде всего сказать, сюжета с исключением 54-45 статьи олимпийской хартии, которая много раз повторяется в разных главах, причем одно и то же, по-своему делу. Ну, обычно такое надо исключать. Третье. Немалая часть диссертации посвящена вопросам, не имеющим прямого отношения с национальными исследованиями. Например, непонятно, зачем подробно говорить о движении антиглобалистов или предчислять общественные факты, характеризующие основные глобальные проблемы современного мира. Сам автор признает, что глобальные проблемы своей мирового океана или из-за космического пространства не имеют к теми несколькой роли спорта и мировой политикой никакого отношения. Но это же касается целого ряд других глобальных проблем, которые в ситуации уделено непрофессионально большое внимание. Четвертое. Настоятельство 55-го утверждает, что первый президент Ченской республики Ахмад Кадыров, падив в 2001 году в результате взрыва на стадионе во время матча футбольной премьеры лиги. На самом деле убийство Кадырова на стадионе прошло 9 мая 2004 года во время празднования Дня Победы. А в 2001 году не существовало еще премьер-лиги, она называлась высшей лиги, а клуб Терек, нынешний Ахмад, тогда высшей лиги еще не играл. Пятый. Настоятельство 66-го утверждается, что рост экономик государства во многом зависит от развития спортивной сферы, генирующей новые рабочие места и налоговое поступление в бюджет. Но представляется, что у нас на практике имеет место обратное взаимоотношение. Чем выше уровень развития страны, тем выше и спортивные результаты, которые и спортивные показывают. Ну, ясно, что, скажем, результаты всех крупных соревнований, включая Олимпиаду, в Финчхане показали, что наиболее лучшие результаты показали спортсмены развитой страны, а развивающиеся страны практически были совершенно незаметны. Кстати, вот если брать Корею, то я вот указываю, что в 60-е годы Северная Корея превосходила Южную Корею в значительной степени по экономическому социальному развитию. И это отразилось на спортивной сфере, потому что про южнокорейский спортсмен, вообще никто ничего не знал, вообще не знаю. А вот северокорейский спортсмен Северная Кондер в 2016 году фурора произвела на чемпионате мира по футболу в Англии. Она в матче с Португалией вела, с учетом 3-0, правда, он 5-3 проиграла, но, в общем-то, это всех обратило внимание. Еще в 2016 году, на Олимпиаде в Инсбурге, спортсмен Северной Кондер занял серебряную медаль, бегая на конках на полторы тысячи метров, в общем-то. Но теперь мы себе представить не можем, что в Северной Корее могла бы это я спешу показывать, а Южная Корея, наоборот, стала крупной спортивной державой, именно вследствие того, что она прошла путь модернизации. Шестое. На странице 71, на примере Катара утверждается, что проведение спортивных соревнований призвано улучшать имидж государства. Ну, в целом это верно, но пример Катара, на мой взгляд, неудачен. Катар – маленькое государство, которое зависит от экспорта газа в огромных объемах, и в принципе, в лучшем имидже она особо не нуждается. А вот правильная щерита Катара, конечно же, она заражена тщетлая, для нее проведение такого соревнования очень важно. Но по той же причине арабские шейфы покупают футбольные и прочие спортивные клубы в Европе. Ну, почему? Ну, ради тщетлая, ради этого дела и организуются чемпионат мира. Синебоин, на статье 128, говорится, что зимние Олимпийские игры 88-го года проходили в Сеуле, в то время как там проходили летние Олимпийские игры. Но это важно, почему-то, что там речь идет о сравнении результатов советской ассоциации спортивной именно на зимних Олимпиадах, и тут уже указывается зимние Олимпиады в Сеуле, но это совершенно точно не годится. Ну, и в целом, диссертация Стофея Дмитрия Валерьевича на тему динамики изменения роли спорта-оформирования внешнепрогического строения в Санкт-Петербурге в Санкт-Петербурге в Санкт-Петербурге в соответствии с основным требованиям, под установленным приказом от 01.09.2016 года номер 6821-1 на порядке и по сожалению ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете. Исоискатель Стофей Дмитрий Валерьевич заслуживает по свидетельению искомой ученой степени динамики по специальности 23.00.04 «Политические проблемы международных отношений глобального регионального развития». Спасибо, Сергей Алексеевич. Пожалуйста, ответы краткие. Да, Сергей Алексеевич, спасибо. По опечаткам, повторам, ошибкам, фактах, согласия, конечно, там НСИУ, там Калгари, ну и по другим в том числе. Что касается остальных замечаний, что в рамках новой системы защиты не предусмотрено обсуждение, да, оно действительно официально не предусмотрено, однако диссертация ретензировалась доцентами кафедры международных гуманитарных связей факультета международных отношений СПБГУ в рабочем порядке. Это Юлия Вадимова Николаева и Наталья Михайловна Боголюбова, которые являются признанными специалистами в данной области. С ними проводились консультации в момент подготовки к диссертации. По поводу того, что про некоторые проблемы, про антиглобализм, про глобальные проблемы не стоило писать столь подробно, да, возможно, но здесь, да, тонкая грань между недостаточным раскрытием темы и чрезмерной информацией. Здесь это было вызвано исключительно желанием просто больше, полнее раскрыть тему, ничем иным. По поводу роста экономики, которая во многом зависит от развития спортивной сферы, вы утверждаете, что на практике имеет место обратная зависимость. Полностью с вами согласен, единственное, я бы дополнил, что имеет место обоюдная зависимость, потому что все, о чем вы пишете, абсолютно верно, но имеет, не отменяет тезис в диссертации. Спортивная сфера, она на самом деле генерирует работные места, генерирует какие-то поступления в бюджет налоговые, новые контракты в сфере промышленности, производства. Взять любой профессиональный спортивный клуб, федерацию, тот же чемпионат мира по футболу, который создает сотни рабочих мест, стимулирует целую отрасль в промышленности, производства и в бизнесе. Поэтому да, зависимость она, в общем-то, обоюдная. По поводу Катары. Да, мы с вами можем предполагать, что на самом деле движут шейхами, но хотят они того или нет, шейхи, все равно проведение чемпионата мира отразится на имидже Катара. Вопрос в какую сторону. К тому же Катар сейчас в результате дипломатического кризиса оказался в международной изоляции. И остро стоит вопрос вообще в целом с проведением турниров в данной стране. Поэтому для тех самых арабских шейхов крайне важно, как я считаю, провести это мероприятие, провести его успешно, чтобы улучшить отношения с соседями и показать всему миру свой уровень развития, свое стремление к сотрудничеству. Все у вас? Да. Спасибо. Сергей Алексеевич, какие-то встречные вопросы все устраивает? Так, ну, коллеги, теперь позвольте мне огласить свой отзыв. Ну, два слова о том, что, на мой взгляд, здесь удачно. Актуальность темы, тут все мы пришли к согласию, не вызывает сомнений. Меня привлекло в этой работе стремление автора проанализировать правовую базу, вот как регулируется документально все спортивное движение внутри Российской Федерации. Есть ряд интересных положений о том, как эволюционирует спортивное движение, ну, скажем, коммерциализация спорта и так далее. То есть здесь есть интересные связки с процессами глобализации. В общем-то, сделан хороший, на мой взгляд, очень задел в правильном направлении, но есть целый ряд недостатков, вот на которых я хотел бы остановиться поподробнее. Ну, вот речь шла уже о том, что недостаточная все-таки апробация, научное обсуждение были по диссертации. И вот замечания, о которых я скажу, на мой взгляд, вот как раз могли бы быть устранены. Не так-то это все было сложно сделать. Итак, о чем идет речь? Вот по введению. На мой взгляд, объект и предмет исследования сформулированы некорректно. Объектом обычно принято считать часть объективной действительности, а предметом аспект вот этой наблюдаемой объективной действительности. Диссертации под объектом понимается международное спортивное движение, а под предметом внешняя политика России в области спорта, на мой взгляд, здесь есть несоответствие. Поэтому, может быть, логичнее объектом исследования считать международные отношения в области спорта, а предметом инструменты политики в области международного спортивного движения как внешнеполитический ресурс Российской Федерации. Это вопрос, в общем-то, не схоластический предмет и объект, потому что он во многом диктует фокус цели и задачи. Второе замечание. Я не вполне согласен с формулировками как раз задач исследования. Например, выявить корреляционные связи между глобальными проблемами современности и организацией международных спортивных мероприятий. Но вот эта корреляционная связь, это такая математическая задача, там вычисляется коэффициент на каких-то определенных количественных данных. Поэтому это, конечно, не из той области, и в работе не идет об этом речи. Задача выглядит несостоятельной, поэтому. Следующая задача. Изучить динамику общественно-политического развития Российской Федерации после распада СССР. Это задача самостоятельного исследования, вообще докторского уровня, по-моему. И она явно выходит за пределы данной темы. Вот это тоже отсутствие, на мой взгляд, достаточно точного фокуса. Следующая задача. Выявить причинно-следственные связи между использованием спортивной дипломатии и изменением внешнеполитического имиджа государства. И еще одна задача. Изучить влияние спорта на формирование внешнеполитического имиджа Российской Федерации, это по существу одно и то же. То есть здесь есть избыточных. Ну и вызывает замечание, если мы посмотрим на название диссертации, и перечень задач, то ни одна из перечисленных задач не отвечает названию диссертации, где говорится о роли спорта в формировании внешнеполитической стратегии России. Тут либо надо переименовать и в заглавие ввести понятие имиджа России, либо переформулировать задачу. Но несоответствие оно есть. Третий момент. Положения, выносимые на защиту, тоже вызывают у меня вопросы. Часть из них носят слишком общий характер. Или являются тривиальными, то есть не требующими доказательства. Например, положение 3. Спортивный фактор может иметь важнейшее значение не только при формировании внешнеполитического имиджа государства и получении экономических выводов, но и для реализации концепции качества жизни, повышения уровня жизни граждан внутри страны. Вот как раз это тривиальное, не требующее диссертации, утверждение. То же касается положения 4. Оно звучит так. Масштаб использования спортивной дипломатии во внешней политике государства напрямую связан с динамикой экономического развития государства и внешнеполитической конъюнктурой. Ну, представляется, что положение, выносимое на защиту, оно должно носить более конкретный, четкий характер. То есть, если уж речь идет о связи между развитием спорта и экономики, то показать, например, России, в чем особенность, например, этого соотношения, вот это было бы действительно ценно. Ну, и опять-таки, в названии диссертации «Изучение роли спортивной дипломатии во внешнеполитической стратегии» ни одно положение, выносимое на защиту, прямо об этом не говорит. То есть, не вполне это все удачно сформулировано. Четвертое – «Источниковая база». Ну, здесь автор попытался охватить достаточно широкий спектр источников, что заслуживает одобрения, но в то же время есть и существенные упущения, а именно, единичные встречаются документы о деятельности международных организаций. Между тем, именно они составляют ядро международного спортивного движения. Ну, и, конечно, хотелось бы увидеть источники, которые позволяют судить о том, вот как строится политика государственная Российской Федерации в отношении международного спортивного движения на внутриполитическом и внешнеполитическом уровне. Для этого должны быть источники. Но их, к сожалению, практически нет. Пятое – представляется дискуссионная структура и содержательная концепция диссертации. Первый параграф второй главы о роли ООН в развитии международного спортивного движения логически должен быть в первой главе, где говорится об основах спортивного движения. В то же время в первой главе не уделяется внимания принципиальному вопросу – механизму взаимодействия международных организаций и государств, включая Россию. способом решения конфликтов, включая допинговый скандал. То есть хорошо бы увидеть было механизм, что же там происходит, прежде чем давать какие-то прогнозы и рекомендации. То есть речь должна идти об изучении институциональных и правовых вот этих рамок коллизий в области международного спортивного движения. Ну, замечание есть и по второй главе, здесь как раз и напрашивается изучение взаимодействия государственных органов и спортивных организаций, но автору, на мой взгляд, сделать это не удалось. То есть здесь следовало бы изучить работу, как я уже упоминал, на внутриполитическом и внешнеполитическом уровне, посмотреть на вот эту связку, ну и выявить соответствующие проблемы. То есть автор, по сути, обходит стороной вопрос, как функционирует вся эта система управления в целом. Присутствуют лишь фрагментарные заходы на эту тему в тексте диссертации. То есть автор пытается вернуться к этому, но выглядит это в итоге все достаточно разрозненно. Вот в одном из отзывов была похожая рекомендация, что цельного взгляда на проблему все-таки не возникает. Ну, мне кажется, что очень важно было бы обратить внимание на экономический аспект вообще вот всей этой проблемы, связку экономических и политических проблем. Ну, автор как-то обходит эту тему. Но это пусть будет рекомендацией. Шестое. Ну вот некоторые замечания вызывают недоказанные утверждения. Ну, например, утверждается, что позиция национальных государств и значение военной мощи ослабевают. А на смену им приходит мягкая безопасность и мягкая сила. Ну, скорее, наоборот. Мы наблюдаем откат в сторону силовых методов. Это видно везде. Седьмой пункт. В выводах диссертации автор по существу стремится во многом просто пересказать основное содержание диссертации. Вместо того, чтобы достаточно четко сформулировать основные выводы. Ну, и в выводах лично у меня вызывает возражение одно из утверждений. Я процитирую. В странах с демократическими режимами, где выступление спортсменов на международной арене не приравнивается к выставке национальных достижений, сложно представить себе систематические нарушения антидопингового законодательства, организованное на государственном уровне. Страница 145. Но публичные высказывания и спортсменов, и спортивных менеджеров, и политиков говорят обратное. Мы знаем о систематическом использовании допингов в тех самых демократических странах. Ну, и потом, почему же автор считает каким-то негативным, что спорт – это выставка национальных достижений? Здесь возникает некая противоречия с авторской позицией. Если мы речь ведем о спортивном движении как средстве мягкой силы, так это как раз в пользу того, чтобы использовать это как вывеску национальных достижений. Это и есть инструмент мягкой силы. Ну, вот я перечислил те вопросы, которые вызывают у меня возражения. В целом, я повторюсь, есть очень хороший задел, но есть и масса недостатков структурного, содержательного, источникового характера. В этом смысле работа, на мой взгляд, слишком сырая. И хотя она соответствует по всем формальным признакам степени кандидата наук, но, на мой взгляд, содержательные вот эти и прочие проблемы не дают оснований для присуждения искомой степени. Я думаю, что работа должна быть доработана в соответствии с замечаниями и представлена, видимо, на повторной защите. Спасибо. Прошу ответить. Спасибо, Валерий Николаевич. Развернули комментарии. Сейчас постараюсь по пунктам тогда ответить на замечания. Начну, наверное, с того, который сейчас не прозвучал, но фигурировал в отзыве. Это касательно тавтологии во фразе «динамика изменения». Как мне видится, само по себе слово «изменение» не предполагает какой-то длительности процесса, а слово «динамика» добавляет числовую нагрузку, подчеркивает, что процесс изменений растянут во времени, что важно в контексте исследования. Сейчас речь идет про название, я не уточню. Далее касательно объекта и предмета. В диссертации объект – это международное спортивное движение. Вы предлагаете более широкий подход к международным отношениям в области спорта, так как международное спортивное движение выступает частью международных отношений. Но в свою очередь международные отношения тоже можно рассматривать как часть мировой политики, например. Поэтому мы еще больше расширим объект. И здесь важно, в какой момент надо остановиться и перестать расширять. То есть именно узкий такой сегмент, он довольно осознанно выбран в качестве объекта. По поводу предмета. Сейчас в работе внешняя политика Российской Федерации в области спорта. Вы предлагаете инструменты политики в области международного спортивного движения или спортивной дипломатики как внешнеполитический ресурс Российской Федерации. Это связано с тем, что внешняя политика не может являться аспектом международного спортивного движения. Однако в диссертации международное спортивное движение трактуется шире, чем объединение спортсменов и спортивных объединений. Точнее, это взаимодействие национальных и международных спортивных организаций, государств, отдельных государственных органов, связанных со спортом, спортсменов, бизнеса и СМИ. То есть как совокупность всех составляющих. И в таком контексте спортивная дипломатия в исполнении различных государств как раз может рассматриваться как аспект международного спортивного движения. По поводу задач. Первое – это корреляция. То, что это математический термин. Задача звучит, как выявить корреляционные связи между глобальными направлениями современности и организацией международных спортивных мероприятий. Да, действительно, термин корреляции лучше используется в точных науках, в математических. Но если рассматривать корреляцию как проверку пультистов о связях между переменными определениями, то в данном случае речки просто будет обновляться связи между двумя динамичными понятиями и использованием терминов корреляции видеться вполне уместно, хоть оно и является переносом в источник наук. По следующей задаче. Изучить динамику общественного политического развития Российской Федерации после распада СССР. То, что эта задача слишком общая и требует самостоятельного исследования. Но дело в том, что, как мне видится, как раз данная задача, она в существующей литературе в целом исследована неплохо. Поэтому в работе требовалось систематизировать имеющиеся знания в этой области и рассмотреться сквозь призму спортивного движения и подготовить базу для дальнейших выводов по заявленной теме работы. Далее две задачи, которые выглядят довольно похоже. Это выявить причинно-следственные связи между использованием спортивной дипломатией и изменением внешнеполитического имиджа государства, а также изучить влияние спорта на формирование внешнеполитического имиджа Российской Федерации. Они похожи, но в первом случае речь идет о зависимости как таковое. В втором случае акцент сделан именно на тенденциях, связанных с опытом Российской Федерации. Задачи не отвечают названию диссертации, где говорится о роли спорта в формировании внешнеполитической стратегии РФ. Об этом говорится в цели исследования. Задачи сформулированы не таким образом, чтобы эту цель распределить с разных сторон. Это существует цель. Положения, выносимые на защиту, носят слишком общий характер или тривиальны. Ни одно из положений не говорит об изучении роли спортивной дипломатии в внешнеполитической стратегии РФ. На мой взгляд, об этом говорит четвертое положение. Именно масштаб использования спортивной дипломатии в внешней политике государства напрямую связан с динамикой экономического развития государства в внешнеполитической коммунитуре, например, Российской Федерации. В качестве положения, выносимых на защиту, были использованы некие постулаты, на которых была основана структура работы. И да, действительно, возможно, следовало некоторых из них сформулировать острее и точнее, чтобы в них прозвучали непосредственно выводы. Что касается пункта в условиях распространения мягкой силы, расширения инструмента реализации внешней политики, повышения роли культурной дипломатии, спорт в целом и спортивной дипломатии, как ее неотъемлемой части, приобретают важнейшее значение для государства для достижения национальных интересов. Этот пункт я бы не стал называть тривиальным, поскольку даже в рамках нашего государства существуют дискуссии, в том числе на различных политических уровнях, существуют определенные политические круги, которые считают, что это излишняя роскошь и не стоит расходовать на спортивную сферу силы и средств. Поэтому вопрос является достаточно дискуссионным. Четвертый пункт – это по поводу недостаточного количества источников. Здесь не очень понятно, какого количества источников можно считать достаточно, потому что с формальной значки зрения количественные показатели библиотектического списка находятся в пределах допустимых норм. Здесь вопрос может быть об отдельных аспектах раскрытия проблемы, о международных документах, о которых вы упомянули. Дело в том, что в первую очередь исследование посвящено решению цели, поставленной в обведении, и то количество, и именно те источники, которые задействованы в работе, они оказались достаточными для решения поставленной задачи и цели, соответственно, по главу угла ставилось именно решение поставленной цели и задачи. По поводу структуру работы, мы сегодня уже обсуждали, я понимаю вашу позицию по поводу логичности нахождения параграфа, посвященного ООН в первой главе, просто поясню, почему именно этот параграф находится во второй главе. Вторая глава посвящена именно спортивной дипломатии, и пункт, посвященный ООН, первый пункт, он как раз раскрывает значимость спортивной дипломатии с точки зрения ООН, в системе ООН, как данная организация использует спортивную дипломатию для решения глобальных проблем человечества. Я долго думал во время написания работы, как лучше в данном вопросе разместить его пункт, все-таки пришел к выводу, что гармоничнее он будет смотреться именно во второй главе, с него начать и подвести к спортивной дипломатии, подчеркнуть его важность. Что касается того, что недостаточно освещен экономический блок или отсутствует информация относительно организационно-правового регулирования спортивной деятельности в России, я специально еще раз перечитал внимательно всю диссертацию, предмет именно данных пунктов. Информация по данным вопросам на самом деле присутствует. Опять же, возвращаемся к замечанию, с которым я согласен, что местами это недостаточно структурировано, тем не менее, в той мере, в которой необходимо для, как мне кажется, решения поставленных задач, информация есть. Другой вопрос, что, конечно, можно расширять эти блоки, конечно, есть масса аспектов, которые не вошли в диссертацию. Здесь мы просто сталкиваемся с проблемой, что надо расставлять акценты, приходится делать выбор между теми или иными аспектами. Невозможно в рамках одной работы, наверное, равномерно осветить полностью все возможные аспекты любой проблемы. Тогда этот вопрос и название будет уже значительно шире, и оно будет лежать в плоскости больше юридической, как мне кажется, если сделать акцент на организационно-правовых нормах в области управления спортивным движением в России. По поводу недоказанного утверждения о том, что позиции национальных государств и значение военной мощи ослабевают, а на смену им приходит мягкая безопасность и силы. Да, с одной стороны, вы правы, масса примеров в современном мире о растущем количестве локальных конфликтов. Недавние выступления президента перед Федеральным собранием подчеркивают, что военная сила все еще остается ключевым фактором в достижении национальных интересов государства. Но, тем не менее, в соответствии с теорией демократического мира, с процессами демократизации, с доктриной взаимного гарантированного уничтожения мы знаем, что вероятность конфликтов между разными демократическими государствами она стремится к нулю. И именно в этом контексте, на первую очередь, выходят иные способы решения проблем. В первую очередь, конечно, мягкая сила. Это культурная дипломатика, спортивная дипломатика, информационная политика. По поводу осуществления четких выводов. Я согласен с вами, что, может быть, они прозвучали недостаточно акцентированно. Они есть, но они местами растянуты. И да, следовало более акцентированно поставить ударение и расставить акцент в заключении. По поводу выставки национальных достижений. По поводу систематического использования. Я не считаю это никаким инструментом. Это абсолютно реальная, объективная история, к которой стремятся в той или иной степени все государства. Просто, как я уже говорил, кто-то делает это более открыто, кто-то делает на это большую ставку, кто-то меньшую. По поводу систематического использования допинга спортсменам. Если исходить из тех документов и назовем это доказательствами того, что в России на Олимпийских играх 2014 года допинг был использован систематически с подачей государства по согласованию с государственными структурами. Опять же, мы здесь не можем с вами судить. Мы исходим только из того, что публиковалось. Одна сторона утверждает, что это было, другая сторона утверждает, что этого не было. Физических доказательств нет, кроме каких-то косвенных. Но если исходить из того, что государство понесло наказание за это, значит, что-то было, то речь шла лишь о том, что в этих самых западных странах, безусловно, допинговая проблема присутствует, но, как мне видится, там решения принимаются на уровне отдельных спортсменов, федераций и тренеров. Разница лишь в масштабе государственного участия, что важно с точки зрения данного исследования. А то, что проблема допинговая, она объективна, она присутствует в любой стране, где есть профессиональный спорт, это факт, он не подлежит какому-то сомнению. Речь про западные страны, в первую очередь, идет о, как я полагаю, вы имели в виду терапевтических исключениях, но здесь вопрос лежит больше в политической и этической плоскости, потому что правильно это или неправильно – это вопрос дискуссионный, но данные терапевтические исключения являются на данный момент легальным инструментом. И то, что некоторые страны их используют, а другие – нет. Это вопрос политический и этический, это не вопрос легальности или нелегальности по легальным. До той поры, пока они разрешены. У вас было еще одно замечание по поводу выставки национальных достижений. Это пример про канадцев и хоккей на последней Олимпиаде. Ну, собственно, как показала последняя Олимпиада, наверное, все-таки в Канаде не приравниваются до такой степени к выставке национальных достижений, не учитывая решение национальной хоккейной лиги, тот состав и те результаты, которые показывает канадская сборная на Олимпийских играх. К тому же это, ну да, главное, это выключено. То есть из-за того, что канадцы проиграли с выставкой, у них все не удалось, да? Нет, это конкретный пример, абсолютно конкретный, частный случай, частный пример. У вас было частное замечание, частный комментарий. Вы считаете, что в Канаде хоккей не считается выставкой национальных достижений, правильно я понимаю? Считается. Считается в степени, что просто здесь следует, наверное, проводить разграничения между одним, когда создаются условия для спортсменов и для развития вида спорта, и спортивный результат является следствием созданных условий. И второй ситуацией, другой стороны, когда во главу угла ставится результат. На выходе мы имеем примерно одинаковые ситуации, именно выставку национальных достижений, но немножечко разные корни. Если государство создает условия для детского спорта, инфраструктуру какую-то строит и не ставит во главу угла именно результат, результат приходит, грубо говоря, сам на основании вложенных ресурсов и усилий. И государство имеет все основания рассматривать это как выставку национальных достижений и гордиться результатами. Речь шла об этом. Понятно. У меня еще один маленький попутный вопрос. Вы утверждаете все-таки, что роль мягкой силы непрерывно возрастает, потому что есть теория демократического мира, если сказать кратко. А как же быть, если практика политическая перестанет совпадать с теорией? Или вы будете все-таки опираться на теорию, глядя на конкретный политический процесс? Да, вопрос понятен, да, обоснован. Я абсолютно с вами согласен в той части, что действительно конфликтность, конфликтный потенциал в системе современных международных отношений крайне высок. Но пока нет, как я считаю, никаких оснований практических прогнозировать реальные вооруженные конфликты между развитыми государствами. Да, интересы развитых государств, они сталкиваются на территории третьих стран, но так было и во время Холодной войны, и еще раньше на протяжении всей истории зачастую развитые страны, которые борются за какое-то мировое влияние, они сталкивались в достижении своих национальных интересов на территории третьих стран. То же самое происходит и сейчас, да, может быть масштаб и количество конфликтов, оно сейчас довольно высоко, но, как мне кажется, это не свидетельствует о возможности каких-то глобальных вооруженных конфликтов. Ну хорошо, коллеги, переходим к открытой дискуссии. Все желающие выступают. Время до пяти минут. Прошу. Члены диссовета, пожалуйста. Я прошу всех высказывать свое мнение в пределах пяти минут. Илья Николаевич, есть у вас в порядке дискуссии? Да, Валерий Николаевич, спасибо. Я очень внимательно следил за ответами соискателя и его реакцией на замечания. И, собственно говоря, пытался вникнуть в те замечания, которые были адресованы работе Дмитрия Валерьевича. На мой взгляд, сегодняшняя защита нашего уважаемого соискателя продемонстрировала умение им находить ответы на сложные вопросы, касающиеся исследовательской работы. Хотя я остаюсь при том же мнении, что и был прежде. Защита сегодняшняя не перевернула моего убеждения в том, что соискатель преодолел эту планку допуска к исследовательской работе. Но, на мой взгляд, эта планка находится не на том уровне, который бы хотелось бы видеть. Кроме того, я не могу быть удовлетворенным ответом на самый первый вопрос, который я задавал по поводу пределов использования механизмов. Мне кажется, что рассматривать спорт исключительно как инструмент мягкой силы можно, но все-таки он сложнее, чем то, как представляется соискателю. Более сложный, чем то, как представляется это соискателю. Вот, наверное, все, что я хотел бы сказать на данный момент. Спасибо. Спасибо, Леонид Иванович. Коллеги, еще, пожалуйста, в порядке дискуссии свободный. Если у нас есть мнение, я прошу высказать. Да, да, конечно. Уважаемый председатель, уважаемое присутствующее. Безусловно, сегодняшняя защита я в каком смысле рассматриваю? Дело в том, что я из другого государства, Республика Беларусь. У нас несколько иные процедурные механизмы, и достаточно жесткие фильтры стоят на входе в диссертационный совет. Поэтому, я вот честно скажу, многие вещи, которые здесь были озвучены, замечания и так далее, их просто можно было избежать. Если бы вот такие механизмы, я со своей стороны позволю себе заметить, они могут быть формализованы, а могут носить неформальный характер. Их можно было бы просто избежать. Если говорить о работе, я скажу, да, работа состоялась в том плане. Есть актуальность, поставлены задачи, они абсолютно, скажем так, можно согласиться, носят в ряде случаев абстрактный характер и не требуют доказательств и так далее. Но я хотел бы отметить две вещи, связанные с работой и с нынешней защитой. Первое – это динамичный рост научной квалификации автора. Я думаю, то, что сегодня вот состоялось в течение этих двух часов, это стоит иногда многих лет упорного труда. Это раз. Второй момент. Конечно, практическая значимость работы. Соискатель работает в данной сфере, и многие вещи он видит как практик. Ну, где-то тут иногда сложно вот переложить это на теоретические аспекты и так далее. Вот если спросить сейчас, в какой школе международных отношений относится соискатель, я, наверное, скажу, к либеральной. Да, отсюда и спор там по вопросам демократического мира, там, мягкой силы или представители реальной школы жесткой безопасности и так далее. Ну, это вопросы такие теоретические. Поэтому понятно, что еще третий момент хотелось бы отметить – это динамика самой ситуации. Дело в том, что исследовать происходящее событие, процессы всегда сложно. Почему? Потому что нет еще утвердившихся каких-то оценок. Это раз. Во-вторых, сами процессы иногда еще, они не проявились. Нам сложно судить, как дальше будет развиваться в целом международная ситуация и какую роль международное спортивное движение будет играть в этих процессах. Поэтому, в принципе, я остаюсь на своей позиции. Соискатель заслуживает присвоения искомой квалификации. Спасибо. Спасибо, Андрей Владимирович. Наталья Юрьевна. Ну, я вслед за своими и уважаемыми коллегами хотела бы подчеркнуть, что, конечно, защита показала, что вы полностью владеете темой. Второй момент, который я бы также хотела отметить. Мне показалось, что действительно ваш, скажем так, опыт как практика, может быть, где-то не позволил более оточенно, как филигранно поработать с формулировками. Потому что, в принципе, действительно, это можно было все доработать. Там есть некоторые моменты понимания. Но, на мой взгляд, и я продолжаю отстаивать эту позицию, мне показалось, что работа все-таки состоялась. Поскольку вы не только ответили на один, вернее, попытались предложить свое видение одного из самых актуальных на сегодняшний день процессов. Мне кажется, что вы стали даже больше, я скажу, одним из первых, кто предложил вот эти поиски ответов. Потому что сейчас, я даже смотрю по своему опыту, очень много студентов, аспирантов, которые начинают вопрос именно с политической точки зрения анализировать тему спорта. Потому что тема действительно прекрасная. И это действительно мягкая сила, и политические аспекты, и сложности ситуации даже в рамках украинского кризиса. Очень много работ сейчас идет. Но, скажем так, одной из первых работ, которая, на мой взгляд, завершенная, это ваша работа. Это делает, наверное, скажем так, составляющую успеха ученого, чтобы завершить исследование. Не только завершить, но и, в принципе, быть одним из первых, кто представит это исследование. Еще раз подчеркну, на мой взгляд, вот с этой практической точки зрения, исследование состоялось. Очень много интересных тем, которые, ну, тот факт, что мы дискутировали по ним, это, наверное, и говорит, что эта тема будет и дальнейшим воспринимать. Я бы вас советовал вам все-таки не оставлять и продолжать. Не углубляться только, скажем, в вашу практическую деятельность, но и продолжать научную. Потому что один из важных моментов все-таки, хоть вы немного нивелировали значение апробации, все-таки это очень важно. Важно представлять и продолжать, скажем так, отстаивать то, что вы были одним из первых, и это ту тему, которую вы предложили разрабатывать в той или иной степени. Поэтому, вот, на мой взгляд, при, конечно, некоторых недостатках тема состоялась. Спасибо. Спасибо. Сергей Алексеевич. На мой взгляд, самозащита, поведение автора произвело, было приятное впечатление. На мой взгляд, защищался он лучше, чем саморабота, пока выйдет в то виде, какого она представлена. В связи с этим, я уже говорил точно, мы с сырой характером, многие с этим согласились, положатся все обсуждения. У меня было предложение вынести некое, что это вроде частного определения, что, вообще-то, не унести изменения в положение защиты, что снова вернуться, скажем, то, что было последние годы, комиссия специальная, может, не самая удачная, а то, что это было раньше, когда однокапедрой обязательно рассказали диссертацию, это было гораздо лучше, потому что, во-первых, там, буреш-фотик-ру, там, капедры специализированные, какие-то разные точки зрения есть, есть даже процедура составления предложений по поводу состава совета, который в коллективном виде это лучше делает, чем так, как делается сейчас. Я не знаю, имеем мы право или нет, но вот такую позицию высказать можно. А по поводу защиты, ну, я думаю, что при всех недостатках, которые выявились, я имею в виду ту новизну, в которой, несомненно, в диссертации есть, проблема, которая актуальна, но я выступаю за то, что в присудительском, висковом ученом вести. Спасибо, Сергей Алексеевич. Я думаю, мы предложение по совершенствованию процедур защиты можем подать по итогам защиты на имя ректората. То есть это будет сделано, я думаю. Вот таким образом дискуссия завершена. Поскольку вопросов соискателю задано, дополнительных не было, мы сразу предоставим слово научному руководителю, Наталье Алексеевне. Да, пожалуйста. Соискатель, присаживайтесь. Уважаемые коллеги, председатели, члены диссертационного совета, мне чрезвычайно приятно, что вы уделили такое большое внимание и в дискуссионном контексте работе Дмитрия Стояфеева. Я работала с ним во время его учебы в аспирантуре. Хочу заметить, что в предыдущие годы обучения на нашем факультете эта тема, тема спорта была определяющей в его курсовых работах, в выпускной квалификационной работе, в диссертации магистрской. В этом отношении он как бы не новичок в этом вопросе и очень самостоятельный исследователь. Мне бы хотелось подчеркнуть эту черту его характера, его скрупулезность, его стремление самому дойти до каких-то важных выводов, решений. И самостоятельность подбора литературы, самого контекста – это, в общем, его заслуга. Я именно хотела подчеркнуть вот эту творческую составляющую его натуры, и мне кажется, что это очень важно для данной темы. И в ваших отзывах, и в целом можно судить о том, что Дима – один из первых. По сути, это пионерская работа по проблематике спорта, именно не с точки зрения, скажем, педагогической науки. Вы знаете, что в том же Лесгофта и других спортивных вузах, как правило, защищается диссертация по другой специальности, по педагогике. У нас в данном случае защита идет по 23-2004, по международным отношениям и внешней политике. Это, на мой взгляд, очень важно. По сути, я не знаю такого рода диссертациям, посвященных спорту, именно в этой специальности. И это подчеркивает новизну и актуальность представленной работы. Поэтому Дима коснулся того, что в его одной из статей включена даже список обязательно литературы в магистской программе, которая только с сентября открывается в МГИМО. То есть мы видим, что уже начинается активный поиск специалистов, именно международников в сфере спорта в Российской Федерации. И я думаю, что работа Стофеева заслуживает все-таки позитивной реакции. И я надеюсь на вашу позитивную оценку его работы. Спасибо. Спасибо, Наталья Алексеевна, присоединяйтесь. Теперь объявляется перерыв. Прошу отключить аппаратуру. Как нас... Да? Прошу. А, да. Значит, следующий этап это обсуждение членами совета вопросов присуждения ученой степени в этой связи мы объявляем перерыв с выключением аппаратуры. И просим временно покинуть всех, кроме членов совета, аудиторию. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...